И подошел И, как мы с вами хорошо знаем, продолжается история встреч братьев с Иосифом. Их было несколько, мы знаем, этих встреч. И если мы вспомним, то в первую встречу, когда по возвращении домой они обнаружили серебро, за которое они покупали продукты, оно было подложено им в мешки. Во вторую встречу история повторяется. История повторяется за одним исключением, что в мешок Вениамина, младшего сына, была подложена еще серебряная чаша. И на основании этого у них должны были быть очень серьезные проблемы. И наша глава, она начинается как раз с речью Иуды, который вступается за своего брата Вениамина и просит освободить его, чтобы его не забрали в рабство, по слову фараона. Мы видим, что после этой интересной очень речи Иосиф, он открывается своим братьям. Наконец-то произошло это действие, и Иосиф, он открылся своим братьям. И после всего этого действия он приглашает всю семью переселиться в Египет. Мы видим, что Яков отправляется в Египет, чтобы встретиться со своим любимым сыном. Дальше нам представлен список 70 человек, 70 евреев, которые были переселены, переселились в Египет. И сама непосредственно встреча Якова с Иосифом. Иосиф представляет отца и своих братьев фараону, и им дают прекрасную для жительства местность Гесем. И Яков благословляет фараона. И заканчивается наша глава о том, что показано мудрое правление Иосифа в дни вот этого голода. Друзья, сегодня я хочу опять обратить наше внимание на двух персонажей. Это на Иуду и на Иосифа. В своем комментарии недельной главы ВАИШФ позапрошлый раз я касался немножко личности, интересной личности Иуды. Личности, в роду которого через определенный период времени, назначенной Богом, родится спаситель Ишуаха Машех. И давайте посмотрим жизненный путь этого патриарха интересного. Вот ту информацию, которую мы имеем на данный момент, что мы знаем? Мы знаем, что он родился от нелюбимой жены. И я думаю, что, наверное, где-то это влияло на формирование его характера. Мы знаем, что Иуда, он имел определенный авторитет среди братьев. Мы знаем, что именно Иуда стал инициатором продажи Иосифа в рабство. Что мы еще знаем? Мы знаем, что впоследствии он захотел отделиться своего рода и женился на Хайнаньянке, что привело к определенным последствиям. Мы знаем, что он был парень гулящий и решил погулять с блудницей, которая оказалась его невестка. Что он очень легкомысленно отнесся к атрибутам своей власти. Он отдал посох, перевяз персиней в залог. Мы знаем, правда, что в конце этой истории к нему пришло понимание своей неправоты. И мы видим, хоть это не написано, что он вернулся, но по смысловому значению видно, что он возвращается все-таки в свой род. Но в нашей главе перед нами предстает уже совсем другой Иуда. Мы видим уже совсем другого человека. Если мы посмотрим на его речь, с которой начинается наша глава, то в своей речи он вообще не оправдывается. Вот просто видно, что он вообще не говорит об оправдании. Он вообще не говорит, не упоминает вопрос о серебряной чаши, из-за которой как бы все началось. Создается впечатление, вот когда мы читаем его речь, создаётся впечатление, что он понимает, что те происходящие события, которые происходят с ним, это своего рода какое-то возмездие за неправильные действия его. И он понимает, какие неправильные действия. Действия по отношению к его брату Иосифу, хотя он на данный момент ещё не знал, что перед ним Иосиф. И мы смотрим, что он, будучи человеком, который был инициатором продажи в рабство любимчика своего отца Якова, он вступается за второго любимчика, за Вениамина, и готов вместо него стать рабом. Его отношения к отцу, они также очень сильно кардинально изменились. Если вначале, в момент продажи Иосифа он совершенно не думает о последствиях того, что они сделают, братья не думают об этом, то в этот раз он переживает за отца. Он понимает, что это может быть тем, что сведёт во гроб седину его, что он может не перенести этой тяжёлой утраты. И он ведёт себя совершенно по-другому. Его отношение к отцу другое. И мы видим, что теперь любовь Якова к Вениамину, она уже не вызывает у Иуды и у его братьев вот такой вот ненависти, которая была в начале их истории. И во всех этих действиях мы можем видеть с вами некое внутреннее преображение, которое произошло с этим человеком, который, кстати, выступает в роли представителей своих братьев. И это подтверждает не что иное, как искреннее покаяние Иуды. И наши мудрецы подчёркивают в нашей главе именно факт, факт покаяния. И, например, вот Маймонит выделяет четыре шага в процессе исправления греха. В процессе покаяния – это признание своей неправоты, это первый шаг. Второй шаг – это осознание вины и раскаяния. Третий – это исправление последствий. И четвёртый, самый интересный, на мой взгляд, шаг – это, что попав снова в подобную ситуацию, чтобы человек больше так не поступал. И мы видим, как некогда эгоисты, предавшие своего, продавшие своего брата в рабство, готовы в лице Иуды пожертвовать собой ради брата своего, чтобы он, чтобы Вениамин не попал в рабство. И Иуда, инициатор, будучи инициатором зла, которое они соделали против Иосифа, готов стать рабом, чтобы не повторилось ещё одно зло. Теперь давайте рассмотрим, посмотрим на личность Иосифа. Иосиф – интересная также личность, которая сумела простить за такой проступок, согласитесь, это, я думаю, непросто, простить за такой вероломный проступок родных людей против тебя. Но он сумел это сделать. И смотря на историю встречи Иосифа с братьями, возникает вопрос. Почему Иосиф сразу не открывался им? Почему вот надо было пройти такой определённый путь? И ответ на этот вопрос, он как раз раскрывается в нашей с вами недельной главе, именно в речи Иуды, которая показывает покаяние братьев. Иосиф, он делал эти, на первый взгляд, такие непонятные действия для того, чтобы братья, его братья пришли покаянию. И признали свои неправильные действия, пришли покаянию. Он двигал их к шуве. И ни в коем случае нельзя рассматривать его действия как месть или как доказательство исполнения тех снов, которые у него были в юности, что он хотел показать всё-таки «вот я». Нет, так нельзя на это смотреть. Иосиф действительно, мы видим в этом, что он действительно простил своих братьев. Всё его поведение, всё его действие, оно показывает прощение. Оно не показывает высокомерие. Вы помните, как он горько плакал, каждую встречу он выходил, его сердце было тревожно, он рыдал, потом возвращался, и в этот раз он открылся с рыданием. Он простил. Он действительно простил своих братьев. Но тут возникает ещё один вопрос. Как же он сумел это сделать? Как Иосифу удалось такой вероломный проступок простить? И его теперечное состояние огромной власти и роскоши помогло забыть презни и перенесённые состояния? Или, может быть, он прошёл, пройдя этот путь, там в доме Патифара, в темнице, закалился и стал таким духовным крепким человеком, что смог это сделать? Но, друзья, я скажу, что, опять-таки, ответ на этот вопрос, он раскрывается в нашей главе, и я зачитаю вам стихи. После того, как он открылся братьям, написано следующее. Это бы решить в 45, 5, 8. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, и ещё пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не посылали меня сюда вы, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, и господином во всём доме его, и владыкою во всёй земле египетской». Три раза Иосиф повторяет, подчёркивает, что это то, что произошло, это был Божий план. Из этого видно, что за все эти годы лишений, за все эти годы испытаний, Иосиф не просто закалился в испытаниях. Я скажу, что он научился видеть того, кто стоит над всеми людьми и над всей землёй, того, кто направляет ход всей истории, и того, кто участвует в жизни каждого человека. Именно это и ничто иное, оно помогло Иосифу простить вероломный проступок своих братьев. И в истории взаимоотношений Иосифа и братьев мы, если внимательно читаем, и нам это интересно, мы можем увидеть ещё один вопрос. Возникает ещё один вопрос. Если всё это, что произошло, является Божьим планом, то что же получается? Бог запланировал такие греховные действия братьев для осуществления своей воли? И тут мы с вами подходим к одной очень-очень интересной теме, теме, над которой много веков богословы размышляют, есть несколько мнений по этому поводу, но это такая интересная тема, Божий план и роль человеческих дел в этом плане. И мы можем видеть, если мы просмотрим концепцию Писания, то мы можем понять, что Божий план относится к вечности. Он, по сути, этот план, он уже полностью сформированный в воле Бога. Он полностью сформирован в воле Бога. Он есть от начала и до конца, потому что вечности нет до и после. Конечно, в Божьем плане присутствует какая-то логическая и временная последовательность. Вы знаете, друзья, в этом плане человек играет не последнюю, я бы сказал, ключевую роль, но он не влияет своими делами на его исполнение, потому что Божий план, он не изменен. Я скажу, конечно, есть богословие процесса, так называемое, которое все-таки считает, что человеческие дела влияют на Божий план, и Божий план меняется по мере развития истории, но я не думаю, что это так. Писание, такое мнение, оно ставит под много вопросов. Много очень вопросов. Я думаю, что все-таки Божий план, он вечен, он не изменен. Бог, он великий, силен и делает так, как он хочет. И вы знаете, друзья, в своем, человеческие поступки, вот в этом Божьем плане, они скорее являются средством достижения Божьей цели. В своем плане Бог не заставляет людей вести себя определенным образом. Люди свободно выбирают, что им делать, но в соответствии с Божьим планом. Правда, возникает одна проблема. А что, если бы братья сделали выбор в другую сторону? Например, если бы они Йосифа убили, что бы было? Если они имеют свободу выбора, то, по сути, они могли бы так сделать. Но вы знаете, друзья, у человека есть свобода выбора, но наш выбор, он обуславливается тем, кто я есть. И моя личность, которую сотворил Бог, она влияет на мой выбор. Я вам сейчас объясню на примере. Вот смотрите, если я опаздываю на поезд, и мне надо одну остановку, я вот все, пять минут осталось, вот я лично, я выберу, я буду ждать транспорт, вызывать такси, и я не побегу, потому что, ну, это вот, ну, я не люблю бегать сильно, скажу честно. Ну, не любители бегать. Но я знаю человека, который готов за полчаса до закрытия гипермаркета бежать четыре километра, чтобы успеть купить лампочку. И это его личность. Это то, что заложено в Йом. Вы знаете, друзья, в истории Иосифа и братьев Бог использует именно их личностные качества для исполнения своего плана. Он использовал заносчивость Иосифа в юности, который начал рассказывать, что все мне будут тут поклоняться. Он использовал такой непростой характер братьев, а мы знаем, из которых один почему-то вдруг решил переспать с наложницей, ну, можно сказать, с женой отца, другие два вырезают весь город. Ну, и Бог использовал эти характеры. Бог не вкладывал в их сердца, лично Бог не вкладывал в их сердца решение продать Иосифа. Мы с вами должны понимать слова Бритхадаша, это Якова первая глава, в которой написано хорошо нам известные стихи. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается и увлекается, обольщаясь собственной похотью. Человек делает выбор сам, но этот выбор обусловлен личностными качествами каждого человека, который в момент зачатия как раз сотворил сам Господь. Бог не диктатор, Он не контролирует все обстоятельства, Бог не диктатор, но Он контролирует все обстоятельства в жизни каждого человека. И Он может создать те или иные обстоятельства или те или иные факторы, которые повлияют на выбор человека в сторону исполнения его Божьей воли, его Божьего плана. И мы как раз увидели в истории Иосифа и братьев, что Бог через Иосифа создал обстоятельства, которые подвинули братьев к раскаянию. Это было Божье действие. Бог использовал это для того, чтобы из этих людей выросли патриархи. Несовершенных. Посмотрите историю братьев. Они были далеко несовершенные люди, но они пришли к тому состоянию, что стали патриархами нашего народа. Они были избраны, друзья. Они были избраны. Бог хотел создать через них свой великий народ. И мы с вами тоже избраны. Вы знаете это? Амин. Мы избраны. Но наше положение, оно даже лучше, чем у них. Потому что мы с вами в лучшем завете. Мы в завете вечном, нерушимом. Мы имеем измененные сердца. Бог родил нас вновь. И Бог Духом Своим Святым вложил свой закон в наши сердца. Он написал этот закон на скрижалях наших сердец. И Бог все так же использует, продолжает использовать наши личностные качества. Кто-то общительный, кто-то легко идет на контакт. Бог говорит, будешь евангелистом. Кто-то любит играть на музыкальных инструментах. Бог использует это. Бог использует личностные наши с вами качества. И вы знаете, друзья, что Он все так же продолжает свой план реализовывать. Реализовывать через нас. И мы с вами можем быть соработниками у Бога. Мы должны быть соработниками у Бога. И все то, что Бог нам дал, мы имеем только лишь благодаря одному. Благодаря совершенной жертвой Ишуа Машеха. Все, все, что мы имеем, доброе, это благодаря Ишуа. И мы с вами, друзья, понимая, что Бог простил нас, мы так же самым можем прощать наших, я скажу, даже не можем, и должны прощать наших врагов, не говоря уже о братьях. Друзья, мы так же осознавая наши грехи, должны исправлять их уже и в следующий раз уже больше их не повторять. Так же самое. Мы должны это делать, потому что Ишуа, Он дает нам победу. Он наша победа. И мы можем все в укрепляющем нас, Ишуа Мессией, да, но только при одном условии. Мы можем все. если наш взор будет на нем, на начальники и совершители нашей веры и нашего спасения. Как это было у Иосифа? Как это было у Иосифа? Он за свою жизнь научился видеть того, кто стоит над всем. Мы так же должны видеть того, кто стоит над всем. Мы так же должны видеть того, кто умер за нас на Голговском кресте. И когда мы будем смотреть на Него всегда, во всех ситуациях, в тяжелых, в простых, когда надо простить, когда надо покаяться, то мы сможем это сделать. И тогда действительно, я скажу, что мы исполним Его волю и сможем действительно назваться Его с работниками. Баруха Шем. Баруха Шеменов